Дайджест недвижимости Также предлагают ввести наказание для глав российских регионов. Если проблемы дольщиков решаются слишком медленно, губернаторов нужно отстранять от должности в связи с утратой доверия, зафиксировано в документе. Передать резолюцию планируется в областное правительство, ЗАГС Собрания, администрацию Кирова, а также в Государственную Думу и аппарат президента Путина. В случае неисполнения требований авторы документа обещают защищать свои права любыми законными способами, вплоть до акций гражданского неповиновения, уточняет Ньюслер.ру. Дайджест недвижимости Дом отдыха к Сининске в Кирово-Чепецком районе выставлен на продажу. Торги, объявленные на портале банкротств, пройдут повторно в форме открытого аукциона, уточняет бизнес-новости в Кирове. В составе лота здание клуба-столовой площадью почти 2000 квадратных метров, лечебный корпус, здание администрации, игротеки, несколько спальных корпусов, а также право аренды земельного участка площадью почти в 10 гектаров. Кроме того, в состав лота входит право аренды на ряд земельных участков, а также электрические, водопроводные и канализационные сети, насосные пожарные водопроводы и ряд других объектов. Начальная цена превышает 24 миллиона рублей. Заявки принимают с 19 марта по 24 апреля. Итоги аукциона подведут на следующий день. Напомню, Дом отдыха к Сининске признали банкротом еще в 2012 году. На предприятии введена процедура конкурсного производства. Дайджест недвижимости. Очередные требования о банкротстве Кировской региональной ипотечной корпорации поступили из Москвы. Исковое заявление о признании Крик банкротом поступили в областной арбитражный суд от ОРБанка. Как уточняется в картотеке дел суда, сумма исковых требований превышает 116 миллионов рублей. Ранее иск на банкротство Крика подавала компания «Граждан Ремстрой». Однако в середине января стало известно, что стороны подписали мировое соглашение. Напоминает бизнес-новости в Кирове. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости.